В регионах сахарный ажиотаж по-прежнему не утихает. Люди все так же обивают пороги магазинов в поисках товара. Сегодня на отсутствие песка стали жаловаться в октубе. Объявления прямо на дверях магазинов о том, что сахара нет, появились и в Петропавловске. А в Уральске, где люди бегают за песком буквально на перегонки, магазины жалуются, что не успевают фасовать товар. Его просто сметают с полок. Когда это закончится, искала ответ Ирина Морозова. В одном из самых крупных гипермаркетов Уральска фасовка сахара идет в четыре руки с раннего утра до вечера. В администрации говорят, с таким спросом справиться очень сложно. Как мои фасовщицы успевают, там 100-200 килограмм, максимум на 15-20 минут хватает и быстро разбирают. Мы просто не успеваем фасовать. Такой ажиотаж здесь возникает, потому что в магазинах у дома и других городских супермаркетах сахара просто нет. Дефицит возник еще на прошлой неделе и до сих пор купить сладкий песок – большая удача. Идет сезон заготовок. Сейчас, например, на подходе клубника. Ну, я как человек, который живет в частном доме, просто могу сказать, что сахара нет. И это проблема. Хотя, например, мы так его не употребляем. То есть для нашей семьи это не проблема, но для заготовок – да. Сахарная истерия докатилась до октобе. Здесь, в розничных магазинах, продукт тоже исчез. Там, где еще можно найти, сахар продают с ограничениями. Не больше трех килограммов в одни руки. В социальных магазинах, куда товар поставляют из запасов стаб-фонда, его раскупают в течение часа. Но сегодня с утра и там полки поставали. На базе два мы не нашли. Я вот сюда приехала. Супермаркета, не знаю, есть или нет, но Малый Анвар, Мангель, Кьердес, Щекиржок. Мы народ сами виноват в чем-то. Надо же немножко брать так, как вот приемлемо для семьи, а не так просто хватать. Вот и чиновники просят не создавать ажиотаж. С сахаром, говорят, действительно не все так просто. Если раньше октябинский рынок в основном снабжался российским продуктом, то сейчас из-за запрета на экспорт со стороны соседей приходится переходить на отечественный. В частности, крупные автовики теперь закупают песок из Тараза. И тут возникают определенные проблемы. По логистике нам удобно было оттуда завозить сахар российский. А на сегодняшний день из-за этих ограничений у нас сахар уже местный с казахстанских заводов поступает. По нему есть такие моменты, да, то, что были сложности в отгрузке, по сырью поставки. Но сегодняшний день каждый, ну это же субъект бизнеса, да, сахар есть. Здесь вопрос поставки. Вот вы пошли, может быть, на тот момент его не было. Сейчас отгружают. Несладко приходится и жителям Петропавловска. С каждым днем дефицит песка все острее. Социальные за 330 тенге в регионе дают по килограмму в руки. И он разлетается на глазах. На него, в принципе, большинство горожан и не рассчитывает. На дверях отделов местного базара стали появляться таблички. Сахара нет. В свободной продаже песок есть на оптовом рынке. Но здесь цена 730 за килограмм. Продавцы говорят, готовы отпускать хоть оптом, хоть в розницу. Но покупателей за такую цену нет. Возмущаемся, конечно, очень возмущаемся. Все возмущаются. Дачники в автобус едем, все возмущаются. Вот почему такое творится спекуляция с сахаром. Надежда всей страны на отечественные сахарные заводы. Оказалось, некоторые из них простаивали из-за отсутствия сырья. Сейчас его все-таки получают. Заводы готовы отпускать сахар по 450 тенге за килограмм. Учитывая логистику и торговые надбавки, до покупателей он дойдет на порядок дороже. Но дешевле отпускать заводы не могут. Средств, которые приходят в Казахстан, он приводится с Латинской Америки. Знаете, на сегодняшний день порты Новороссийск, порты в Грузии, Боти-порты, они уже подорожали, потому что там стоянка паромов подорожала. Заводы, уверяю Джамбулской области, сырьем сейчас обеспечены и работают на полную мощность, чтобы обеспечить потребности казахстанцев. При этом, по мнению специалистов, снижение цены можно ждать только к осени, когда в Казахстане появится свое сырье для производства белого сахара. Но это пока лишь предположение. Ирина Морозова, Динарова, Кумбаева, Виктория Савельева, Инна Лопатка, Андрей Семерев, КТК.